Быстрее, глубже и сильнее в Подмосковье прошли учения боевых водолазов Росгвардии. Как и в каких условиях им приходится действовать, узнала съемочная группа Первого канала. Самочувствую, все хорошие? Да. Кутку готовы? Не стороннись. Температура и на воздухе, и под водой всего 4 градуса, но боевые пловцы Росгвардии выполняют задачи в любых условиях. Их считают элиты. У каждого за спиной не одна боевая операция, поэтому во время интервью они не снимают маску. Все движения, они уже не те, как на суше. И дыхание сбивается, и очень тяжело работать под водой. И самое главное, это быть спокойным. Задача сегодня не из простых. По легенде, в водоеме рядом с атомной электростанцией был запеленгован сигнал радиомаяка. Водолазам предстоит его обнаружить. Область поиска 10 тысяч квадратных метров. Наши съемочные группы разрешили выступить в качестве диверсантов и выбрать место заложения маячка. Ну а для усложнения задачи бойцов Росгвардии на дне будет ждать засада. Моя задача прийти к объекту и попытаться его, скажем так, перетащить его в другое место. Оказывать сопротивление буду я, конечно. Под водой видимость около 3 метров, а на глубине 16 метров, где и работают водолазы, и того меньше. Но уже через полтора часа нашу закладку обнаружили. После непродолжительной рукопашной схватки с противником диверсант обезврежен, а маячок поднят на поверхность. Командование Росгвардии особо отмечает, что при подготовке боевых пловцов важна не только физическая форма, но и современные технические средства. Так, помимо специального подводного пистолета с четырьмя стволами, водолазы используют особые кислородные баллоны, позволяющие под водой оставаться незамеченными. В чем особенность его? То, что водолаз перемещается под водой скрытно, ни пузырей, ничто не может обнаружить его противником. И плюс, работа, конечно, с кислородом, он может до 4 часов работать. Подобные учения для военных пловцов Росгвардия проводит регулярно. Условия самые разные. От пресных озер до Тихого океана. В любое время и при любых обстоятельствах бойцы должны быть готовы к выполнению боевой задачи. Валерий Жичкин, Александр Кочетков и Эзиз Гурбан Бердиев. Первый канал.